Здравствуйте на канале ВКТ время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Жителям сгоревшей Сталинки дали временное жилье. Накануне пожар охватил дом под номером 4 по улице Тюрупы. Ограничить въезд автомобилей на пляжи. Такое предложение озвучил губернатор на заседании антитеррористической комиссии. Фото с обезьянкой не желаете? Теперь этот вопрос в Олимпийском парке не звучит. Там закрыт незаконный бизнес. Рояль с фонтанами, колесницей, экзотические животные. Королевский цирк снова в Сочи, но уже с новым шоу. Ограничить въезд автомобилей на пляжи. Такое предложение сегодня озвучил Вениамин Кондратьев. Глава региона провел заседание антитеррористической комиссии. Главной темой стало обеспечение безопасности жителей гостей края во время курортного сезона. С учетом теракта в Ницце, силовикам и главам муниципалитета Вениамин Кондратьев поручил усилить антитеррористическую защиту. По мнению губернатора, в этом вопросе также необходимо принимать нестандартные решения. Нам все равно нужно дорабатывать или даже переосмысливать наши подходы к обеспечению безопасности в Краснодарском крае. И главы курортных городов, давайте делать санкционированный один въезд и выезд в зону набережную. Мы будем четко понимать, кто въезжает на пляж сегодня. Набережная, пляж только для отдыхающих, только для пешего прохода. Любое продвижение на легковых автомобилях, и это касается здесь и Геленджика, в том числе и Анапы, любое продвижение на легковых автомобилях по набережной, значит, давайте запрещать. А если разрешаете, значит, усиливайте меры контроля и зону ответственности глав муниципальных образований, если разрешили проезд по набережным. Кроме того, Вениамин Кондратьев отметил, что тщательно досматривать необходимо каждый автомобиль, который припаркован ближе 100 метров к пляжам или другим местам массового скопления людей. Также меры безопасности важно усилить в аэропортах и вокзалах края. А к контролю правопорядка в детских лагерях привлекать полицию и в неведомственную охрану. Сочи, как курорту мирового уровня, необходимо усилить с меры безопасности. Такое решение было принято на селекторе. События на одном из известных курортов в Ницце показывают, что быть нужно всегда настороже. Первое, что мы делаем, это договора с ЧОП, это наши спасатели. Конечно, будет ограниченный въезд на многие пляжи. И доставка товара будет производиться, как мы говорили, в ночное время или до 9 часов утра. На этой неделе состоится заседание городской антитеррористической комиссии, где будет дана оценка эффективности работы всех силовых служб курорта на предмет антитеррористической безопасности Сочи. Накануне в центре Сочи сгорела Сталинка. Пожар охватил дом номер 4 по улице Сюрупы. Вплотную к двухэтажному зданию выстроена высотка. Поэтому пожарным пришлось бороться сразу за два дома. Пожар начался в районе половины седьмого вечера. Несколько часов пожарные пытались потушить пламя, которое при смене ветра могло перекинуться на соседнюю пятиэтажку. А в высотном комплексе Самин, который возведен вплотную к дому, пострадало несколько квартир. В самой Сталинке, помимо прочего, выгорела мастерская сочинского художника Александра Отрожка. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Жертвы пострадавших нет. Врачи госпитализировали четырех человек с легким отравлением угарным газом. Это молодая женщина, двое мужчин и семимесячная девочка. Всем им оказана амбулаторная помощь. Справиться с огнем пожарным удалось уже поздним вечером. На место прибыл и глава Сочи Анатолий Пахомов. Причины пожара выяснит следствие. В пострадавшем доме 12 квартир, в семи из которых проживали сочинские семьи. Пять из них самостоятельно расселились по знакомым родственникам. Двум семьям администрация Центрального района предоставила временное жилье на улице Транспортной в жилом комплексе Лесное. Хозяева остальных квартир пока не объявились. По словам соседей, они сдавали жилье в аренду отдыхающим. Во время тушения пожара несколько особо любопытных прохожих получили легкое отравление угарным газом и были госпитализированы. Люди проявляли неоправданную беспечность, фотографировались возле горящего дома и тем самым создавали препятствия для работы пожарных. Поэтому спасатели МЧС обращаются к жителям и гостям курорта с просьбой не препятствовать их работе в подобной ситуации и не рисковать здоровьем ради эффектного кадра. Продолжаем. В ночь со вторника на среду воды не будет в части Адлерского и Хостинского районов. Причина – плановые ремонтные работы на магистральном водоводе по улице Медовая. С 22.00 19 июля до 6 утра 20 июля воды не будет в Кудепсте, Хосте, улицах Медовая, Белых Акаций, Орбитовская, Православная, Троицкая, в микрорайоне Бытха, селе Измайловка и на Мацесте. Подвоз воды будет осуществляться в горбольнице номер 3 и к социально значимым объектам. В Сочи прекращена деятельность незаконного фотоотелье. Фотомоделями в нем работали не красивые девушки, а животные – макака Резус и попугай Ара. Обнаружили фотографа с животными сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД Сочи. Как установлено полицейскими, 69-летний местный житель организовал уличное фотоотелье. Курортникам предлагали запечатлеть себя вместе с макакой или птицей. Бизнес работал на муниципальной территории без соответствующего разрешения. В настоящее время по данному факту собран административный материал, проводится проверка, животные изъяты и помещены в специальный питомник. Теперь макаку обследуют в обезьяннем питомнике, а попугая – в орнитологическом центре города Сочи. В Сочи прошла акция «Отдых без происшествий». Полицейские посетили городские детские площадки и лагеря отдыха дневного пребывания. Это составная часть комплексной профилактической операции «Курорт-2016». Основные темы бесед с детьми – детский закон Краснодарского края – безопасность жизни, здоровья и имущества. Особое внимание уделили безопасному поведению на улице, а также при посещении пляжей и мест массового пребывания. Потом каждый ребенок получил памятку – семь правил безопасного отдыха, специально разработанную краевой полицией для юных жителей и гостей края. Уже три кандидата в Сочи заявили о своих намерениях бороться за кресло депутата законодательного собрания края по Олимпийскому одномандатному избирательному округу. Напомню, в октябре прошлого года в ЗСК проголосовали за досрочное прекращение полномочий в ЗАГС собрании сочинского депутата Юрия Копачева. Поэтому на нынешних выборах, которые состоятся в единый день голосования 18 сентября, помимо депутатов Госдумы, избиратели Адлерского района будут выбирать и депутата законодательного собрания края по Олимпийскому одномандатному округу номер 50. Сегодня у нас как раз тот период, когда идет сдача документов, уведомления окружной избирательной комиссии кандидатами о участии в предстоящем голосовании. Документы в Адлерскую избирательную комиссию на участие в дополнительных выборах за кресло в ЗСК подали три кандидата. Игорь Васильев от КПРФ, Антон Хасанов от Коммунистов России и Виталий Игнатенко от партии «Единая Россия». Он также является почетным гражданином города Сочи и героем труда Кубани. Для меня большая честь выдвинуться именно в Сочи, именно по Олимпийскому округу. Надеюсь, что я покажу большое влияние на то, что на социальное развитие города. И по мере своих сил буду стараться, чтобы сочинцам было жить более достойно в своем городе, чтобы это было соответствовало их планам и надеждам. Документы о выдвижении кандидатур будут принимать до 3 августа. С этого же дня в Адлерском избиркоме начнут выдавать открепительные удостоверения. Это касается тех избирателей, которые не смогут прибыть на свой участок в день проведения выборов 18 сентября. В Центре спортивной подготовки «Югспорт» самый пик работы. Более 10 национальных сборных в это время тренируются здесь в преддверии Олимпиады. Однако даже при такой загруженности у сотрудников есть актуальные вопросы, которые требуют четких ответов. Именно для этого туда с визитом приехал член общественной палаты Константин Затулин. Как человек, который прожил в Сочи более 20 лет, Константин Затулин сразу отметил, что «Югспорт» – место уникальное. Сегодня это федеральное учреждение объединяет несколько крупных спортивных комплексов, в которых тренируются не только члены Олимпийских сборных, но и начинающие спортсмены. Кстати, центральному сочинскому стадиону, который тоже подведомственен «Югспорту», недавно присвоили имя прославленного сочинского футболиста Славы Митревели. Это стало возможным после обращения Константина Затулина в Министерство спорта Российской Федерации. Перепрофилируют, значит, все это имущество и будет называться «Югспорт» и в составе этого «Югупа» центральный стадион имени Славы Митревели. Мы очень выражаем благодарность всем, кто к этому приложил свое усилие. Спасибо всем и особая благодарность Константину Затулину. Однако на встрече с коллективом «Югспорт» разговор шел в основном о проблемах волнующих горожан. Что в дальнейшем будет делать в сфере образования, ваше отношение к единому государственному знамену и переходу высшего образования на полном сквозь систему? Константин Затулин уверен, подобные реформы требуют серьезных доработок. Главный аргумент – статистика. С начала введения ЕГЭ уровень знаний выпускников резко снизился. Шаблонный тест не дает качественных показателей в развитии творческого мышления, умении строить устную речь и аргументировать свой ответ. Что касается высшего образования, то и здесь нужны серьезные корректировки не только в программе, но и в подходе к обучению. Сочи – яркий пример. Городу кто нужен? Городу Сочи. Городу Сочи нужны врачи, медработники, специалисты в гормонной сфере, учителя. У нас врачи не выпускаются в городе Сочи, зато у нас большое количество менеджеров. Это просто форма скрытой из работа. На самом деле не соответствует между собой профиль вузов и потребности города. Еще одна важная тема – цены на авиаперевозки, уровень которых ведет к подорожанию отдыха в Сочи в целом. По мнению Константина Затулина, монополизация в данной сфере недопустима. У клиентов не только должна быть альтернатива выбора компании, но и сами перевозчики должны работать так, чтобы выбор населения был именно в их пользу. Для того, чтобы попасть в функцию Таиланд, сверх дешевые билеты, чартерные авиарийские копеек. А теперь попробуйте узнать, какие цены на билеты Сочи-Москва. То есть это прежде всего должна быть политикой государства, когда государство заставляет перевозчика, особенно в коробке сезона, давать скидку. Зашла речь на встречу и о водном транспорте в Сочи. Константин Затулин выступил с инициативой восстановить морское сообщение между районами курорта. Таким образом, решить сразу несколько задач. В перспективе разгрузить пассажиропоток на наземном транспорте и внести дополнительный плюс в копилку туристической привлекательности. Пока же неэффективное использование федерального имущества налицо. Сегодня большинство пирсов и причалов, принадлежащих Росморпорту, просто закрыты. Идея как раз в том, чтобы восстановить все то, что мы прежде имели. Когда у нас марина нынешняя, раньше это просто назывался морской гор, была заполнена кометами, ракетами, прогулочами, катерами. Для решения этого вопроса Константин Затулин лично в рамках деловой встречи проведет переговоры как с представителями Росморпорта, так и с бывшим министром транспорта, ныне помощником президента России Игорем Левитиным. Встреча назначена на 19 июля. Продолжаем выпуск. В честь Дня крещения Руси из Сочи стартовал морской крестный ход. Ковчег с мощами князя Владимира и иконой с частицей мощи Александра Невского отправились по Черноморскому побережью на борту парусной яхты. Морские крестные ходы как с участием святынь купели с места крещения князя Владимира, так и святынь Александра Невской лавры не в первый год проходят по территории Крымского полуострова. Но этот раз особенный. К обычному маршруту добавился Сочи. Курорт стал отправной точкой крестного хода. В этом году при благословении и поддержке правящих архиереев и главы Кубанской митрополии при поддержке география морского крестного хода была расширена. И приурочена она к Дню празднования Дня Святаго Крещения Руси, Дню памяти святого благоверного, святого равноапостольного князя Владимира. Во всех городах, куда прибудет яхта, а это Новороссийск, Керчь, Феодосия, Ялта и конечный пункт Севастополь, священнослужители будут останавливаться на один день и участвовать во всех богослужениях и церковных праздниках. В Сочи же святыни пробыли три дня и посетили два храма. Поклониться святым мощам прибыли сотни верующих. Святой равноапостольный князь Владимир Креститель и великий князь Александр Невский особо почитаются в христианстве. Они внесли значительный вклад в развитие Руси. Это те люди, которые пытались всеми своими действиями, всей своей жизнью сплотить наши земли. Это те люди, которые стояли у истоков истории нашей с вами страны. Очень приятно, трепетно и радостно участвовать в этом мероприятии, потому что это впервые проходит через город Сочи. В дни Крестного хода верующие молятся о мире, объединении, благоденстве и изобилии в стране. Священнослужители на примере жизни святых князей рассказывают о неразрывности исторического пути братских народов. Эти два святые идут вместе, параллельно все время вместе. И это говорит о том, что мы все вместе, мы единый народ. Это символ нашей исторической единой судьбы. А приходит крестный ход в Крым, в Херсонес, в день раноапостного князя Владимира. 27 июля яхта причалит в Херсонесе, месте крещения князя Владимира, после чего святыни крестным ходом будут перенесены в Свято-Владимирский собор. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. Королевский цирк Ги Эрадзе снова в Сочи. Гастроли лучшего циркового шоу пройдут на манеже Сочинского государственного цирка с 23 июля по 28 августа. К премьере уже все готово. Артисты начинают прогоны. А заслуженный артист Грузии Ги Эрадзе сегодня провел пресс-конференцию. 16 автофур с оборудованием, реквизитами, декорациями, костюмами и животными накануне прибыло в Сочинский госцирк. Все необходимое для грандиозного шоу находится в закулисном фойе. Уже завтра артисты начнут прогоны. К репетициям готовятся и животные – лошади, страусы, верблюды, ламы, львы, тигры, немецкие доги, обезьяны и многие другие. Дебютировать на манеже курорта будет и вот этот малыш. Стефан появился на свет полгода назад. Родная мама отказалась от первенца. Усыновила лемура. Добрая Стелла. Это была просто любовь с первого взгляда. Растут животные и с каждым визитом становится все более феерическим шоу королевского цирка. От полюбившегося публики два года назад шоу «Пять континентов» осталась только легенда. Новые номера, авторские декорации, 2000 эксклюзивных костюмов. Сказочная мистерия, построенная на синтезе эстрады, цирка и мюзикла, почти на три часа окунет зрителей в яркое и чарующее действие. На арене появится рояль, осыпанный кристаллами Сваровский, из которого брыжут фонтаны. А среди струй воды немыслимые трюки выполняет эквилибрист. Римские гладиаторы появятся на колесницах, в которые запряжены величественные вороны и фризы. На манеж выйдут пегасы, племена индейцев и состоится зажигательный бразильский карнавал. И это далеко не все захватывающие действия, которые подготовлены для зрителей. Премьера этого спектакля прошла в московском цирке Никулина. Мы почти год отработали в Москве. И дальше мы поехали по городам России. И вот летом приехали сюда в Сочи. Премьера нового шоу Королевского цирка «Гиерадзе» состоится 23 и 24 июля. Далее представления будут проходить по четвергам, субботам и воскресеньям. Подробно ознакомиться со временем и приобрести билеты можно на сайте royalsocus.ru или в билетных кассах сочинского цирка. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В парке Ривьера представили новое конное шоу «Свадьба в Малиновках». Это история любви двух молодых людей. Это главная звезда шоу Бен Асил, чистокровный арабский скакун. Потомок коня по кличке Сердар, которого президенту России Владимиру Путину в 2011 подарил эмир Абудаби. Волевой, своенравный и в то же время настоящий актер, который нередко, а просто импровизирует на сценической площадке. Так отзывается о нем его наездница Анна Фокина. Беня бывает придумывает себе, что ему страшно, и начинает пугаться. Начинает прыгать из стороны в сторону и делать какие-то вещи, предлагать различные элементы, то, что он умеет придумывать что-то себе. До начала представления еще полчаса, а зал уже полон. В этот раз часть билетов на шоу пригласительные. Именно жителям Сочи предоставили возможность одними из первых оценить уникальную постановку. Билеты получили представители ТОСов, многодетные семьи и социально активные горожане. Среди приглашенных и Валерий Иняткин с супругой. Несмотря на свой возраст, они активно участвуют в жизни курорта. В свою очередь не остаются в долгу таких людей, говорят пенсионеры и городские власти. Свадьба в Малиновках – это сатирическая история о знакомстве двух молодых людей, сватовстве, ревности, отношениях между казаками и, как итог, счастливая развязка свадьба в лучших казачьих традициях. Хотелось показать и отразить все традиции свадовства, все традиции жизни казаков в этом шоу и показать их именно как наше, как что-то наше российское, что-то наше кубанское на нашей земле нашим гостям. В часовом шоу уникальная джигитовка, цирковые трюки, свет, звук, 10 породистых лошадей, 20 артистов. В зале не стихали овации. Ольга Лавлинская пришла с сыном и подругой. Эмоции, говорит, просто через край. Дети тоже в восторге. Они хлопали. У меня ребенок так долго вообще не сидит. Здесь Коша сидел. Классно. Нам очень понравилось. Конное шоу «Свадьба в Малиновках» ежедневное. И будет идти до конца летнего сезона в 20.00. Кстати, после представления у всех желающих есть возможность пообщаться поближе с четвероногими артистами. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Сочинские теннисисты готовятся к турниру памяти Юткина. 128 воспитанников Адляшской теннисной академии борются за разряды и призовые места. В соревнованиях принимают участие теннисисты в двух возрастных категориях – до 13 и 15 лет. За два дня турнира перворазрядниками стали четверо сочинских теннисистов. Сегодня на кортах продолжились матчи. Итоги Кубка Адляшской теннисной академии будут подведены 20 июля. Для участников этот турнир стал возможностью повысить свои спортивные звания. Ребята показали себя все должным образом. Они много тренировались, много прошли подготовки, как физической, так и технической. Турнир был очень разнообразен в плане эмоций, в плане достижений. Было очень интересно за ним наблюдать. Основная задача соревнований – подготовка к предстоящему первенству Сочи – Кубку заслуженного тренера России Юрия Юткина. Помимо сочинцев, в турнире примут участие сильнейшие теннисисты со всей страны. Старт 30 июля. Сочи принимает вторую делегацию олимпийцев России. В рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России» чемпионы и призеры Олимпийских игр старшего поколения встречаются с молодыми спортсменами и пропагандируют здоровый образ жизни. Программа стартовала 1 июня во Всероссийском детском центре «Смена». За это время легенды советского спорта побывали в Анапе. Новороссийской Геленджике в Сочи принимают уже вторую делегацию чемпионов. С ними встретилась Татьяна Говоркова. «Олимпийские легенды детям и молодежи России» год 3-й 2016-й. Такое название носит благотворительный всероссийский проект, направленный на развитие массового спорта для детей и юношества, а также продвижение олимпийских идеалов и ценностей. Евгений Садовый, Татьяна Казанкина, Тамара Люхина, Владимир Осокин, Тамара Быкова, Галина Горохова. Эти имена о многом говорят людям старшего поколения, а вот молодежь не очень знакома с такими чемпионами своей страны. Накануне легенды спорта посетили Лазаревский район. Теперь их встречает спорткомплекс юности, воспитанники детских лагерей дневного пребывания Адлера. Здесь идет наставничество, непосредственно общаются ребята со спортсменами, они им дарят свои фотографии, делают, так сказать, автографы, дают и непосредственно участвуют в соревнованиях, потому что они как бы наставники, капитанами команд становятся. Необыкновенные ребята довольны. Сегодня будущие дзюдоисты, вольники, а также ребята из Центра дополнительного образования сдавали легкоатлетические нормативы ГТО, правда, в упрощенном виде. Это были прыжки в длину, упражнения на гибкость, эстафета и челночный бег. Упражнения ребята старались выполнить с полной отдачей, ведь такой физкультурный экзамен у них принимают великие спортсмены. Помимо спортивной истории, олимпийские надежды узнают о пользе и необходимости занятий спортом. Цель этого мероприятия – это здоровье, это дружба, это соединение поколений, преемственность от олимпийских легенд нашей современной молодежи, потому что именно вот такие мастер-классы позволят познакомиться нашим детям воочию с историей спорта нашего государства. Завтра делегацию олимпийцев России, спортивные эстафеты и культурная развлекательная программа ждут в Центральном районе. Свой визит в Сочи «Легенды спорта» завершат 20 июля. Они примут участие в спортивном празднике, который пройдет на площадке по улице Донская, 58. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. О всем самого доброго и до встречи в эфире.